Доброго дня, уважаемые слушатели школы, всеосветные грамоты и гости канала. Сегодня мы с вами поговорим о такой очень интересной теме. Мы поговорим о ведьмах. Мы попробуем с вами рассмотреть, расшифровать слово ведьма, написанное всеосветными буквами. Посмотрим, какие же смыслы нам откроет это слово. Кто такая ведьма? Мы прикоснёмся к истинному пониманию того, кто такие ведьмы и кого можно называть ведьмами. Мы рассмотрим ведьм в их истинном значении. Потому что те, которые действуют здравыми силами, потому что если кто-то действует не здраво, то мы их обозначаем во всеосветные грамоты. Это знак зела, то есть безокрестных шестерочников. Или сжа, вот соответственно шестиконечная звезда. Поэтому тогда надо писать с ведьма, если мы говорим о том, что если это что-то разрушительное. Поэтому здесь речь о здравом ведьмах. Кто такие ведьмы в здравом назначении, в здравом предназначении. Вот ведьма. Но сначала мы такое рассмотрим в целом. Вот смотрите, вет, вот эта буква ерь, в современности это мягкий знак. Его можно читать как-то, кратко, о, вет ума, ведущая ума. А кто такая ума? Ума это, если вот по-немецки, это бабушка. То есть ведущая бабушка. То есть это ведущая, можно сказать, и материнская, да, то есть женская жизненачало, родовое жизненачало. Поэтому можно уже сделать предположение, что ведьма, она, ну, на самом деле, да, вот просто проявляет материнские качества, да, то есть она ведает. А что такое ведает? Вот здесь главная действующая сила – это веданье. Вот что такое ведающая? Вот все время тут часто говорим слово. А что же это такое? За это нам говорит, за это отвечает буква веде. То есть это вот у нас веде, это и четырех веде в стыке. Да, ну, это, наверное, не так интересно. Больше интереснее нам это еще и мо. То есть во временах эта звезда сжигающая зло. Это знак предтечи хранительницы домашнего очага, потому что измо, вот мо, да, но здесь оно потворцовое в виде, да, у нас при восхождении вот этих деток, да, получается знак вот женского жизненачала, хромосома современному или хер, да, вот эта буква хер. То есть это в людей земли вписываются люди неба. Это знак женского жизненачала. Поэтому любая хранительница домашнего очага, она должна уметь сжигать зло. И здесь вот как раз и проявляется, да, что она выжигает во временах нездравая. То есть ведая, она единяет бесконечно. Вот обратите внимание, здесь кола, и здесь кола, и здесь кола, и здесь кола, да, и вот эта кола. То есть сколько здесь обобщений, сколько здесь глупостных факторов. Мы сейчас еще об этом с вами будем говорить. Поэтому здесь это большая концентрация, и в виде это еще, вот давайте все-таки напишу, это четырех в виде в стыке, да, четыре вида. Виды это мужское жизненачало. Ну, здесь и, соответственно, как тут это, как тут так грамотно-то написать, вот так, да. Вот, то есть вот такое у нас в виде, да, ну, соответственно, вот эта вита, это актив, да, то есть она умеет плодотворно стыковать мужское и женское жизненачало. То есть здесь она действует, да, но можно сказать в большей мере женским жизненачалом, да, потому что вот здесь уже материнство просвечивает, да, но это четырех витие, да, то есть это жизненность, она строит жизнь. То есть это в виде здравая, потому что если в виде неграмотно относиться к мужскому или женскому жизненачалу, получается зилой, тогда это ведьма, да, то есть тогда нельзя называть это ведьмой. То есть ведьма – это ведающая, то есть та, которая единяет бесконечно небесное и твердивое небесное и земное, да, то есть она, и вот она в центре, вот здесь в Правнославии, она формирует что-то новое, да, вот она обобщает. А что такое кола? Если мы посмотрим с вами, вот спираль, правую, конечно, спираль, если мы заглянем вглубь, мы увидим кола, то есть это уже обобщение, это уже глобостный фактор. То есть вот, и это часть еще дара окрестного видения, вот он здесь, ово, да, он тоже уже здесь, мы его видим, вот оно, ово идет, вот оно видит через ово строимое. Поэтому вот, поэтому в виде, кто ведает, тот и защищен, это очень мощный знак, да, поэтому здесь вот она единяет мужской и женский фактор, да, это и тут уже и мысли те мы видим, да, приединение, да, и вот, соответственно, и жизнестрой, и это нам дает, соответственно, мо, да, соответственно, во временах, то есть она и сжигает нездравая во временах. Поэтому, да, поэтому кто ведает, тот имеет защиту через четырех видео, тот и защищен, да, поэтому эта фора, вот эта вот система дает еще и защиту, поэтому она и защищена. А вот через что она это ведает, да, через что? А через слово строительство, через создание, формирование коллективного духа разума. То есть она активно действует, вот эта буква ядь, вот она, да, то есть она строит, те, да, создает коллективный дух разума. То есть вот здесь вот обобщая, да, вот у нее здесь обобщение, здесь, и вот обобщение все лучшее. То есть еще раз поло, да, еще раз, каждая буква восходит. Буква отображает живые принципы материопостроения, материопоспроизводства. Да, они, видишь, какие-то этапы, кусочки как бы показывают. Как вот человека фотография, да, она же только в определенном ракурсе зафиксирована, да, но человек же движется, ходит, его меняется состояние, да, и так далее. Поэтому и здесь то же самое, да, вот эта кола, да, оно, вот это обобщение, эта глубина, она не до бесконечности. Потом она дает свои результаты, свои плоды и начинает прорастать. То есть настолько уже столько здесь создано все, что оно начинает прорастать. И уже для того, чтобы овселение, для того, чтобы посеять, да, вот то, что прорастает, то, что наработано, она сеет, да, то есть это очень плодотворное действие. Да, вот через это идет созидание коллективного духа разума. И здесь еще даром окрестно видение. То есть она четко понимает, да, какое влияние она оказывает в коллективном духе разума, да, то есть и в пространствах, и во временах. Потому что эта ова помогает ориентироваться, помогает воспринимать вот эти все божественные миры и грамотно в них действовать. Что значит грамотно? В гармоничных пространствах и во временах. То есть понимать, как любое действие человека, действия, мысль, да, вот намерения, как оно, какое влияние оно укажет на жизнестрой, да, на будущее, на прошлое, на творцовость, на выше лежащую ступень, на ниже лежащую ступень, да, на соседей, да, потому что мы восходим на планете, да, наша планета частью является Солнечной системой, Солнечная система частью галактики Пусть-Млекна и так далее. То есть какое влияние, и чем больше это дар окрестного видения, мы об этом еще с вами будем говорить, тем больше она может охватить, да, тем большее пространство она может с собой охватить. Человек – это концентратор Вселенных, и долг преджизнью явит выполнять. Он много в себе всего концентрирует, да, поэтому человек, можно сказать, целой Вселенной, и она вот умеет, да, она строит коллективный дух-разум, то есть это все-все наработки людей, да, то есть людьми дара окрестного видения. Она строит как? Своей, своим жизнеогнем на поде родовой памяти. Вот это жизнеогонь. Вот жизнеогонь, который потом уже воздвигает, помогает поддерживать вот этот вот биоэнергоостов, крест, и вот это вот как раз здесь, вот это Аи-звезда, вот она Аи, да, высшей чувственности, Ова, да, вот Ова, вот оно. То есть оно уже помогает, она вот это и действие, да, сотворение коллективного духа-разума, да, и вот эта задействованность в этом дар окрестного видения, да, то есть для всеобщего блага помогает ей формировать свое, свою высшую чувственность, свое, да, вот экстрасенсорное восприятие. Почему, да, так боятся ведьм? Потому что они видят, они видят человека, они видят, какое он влияние оказывает, потому что у них большой опыт. То есть, может быть, ведьмами называли женщин уже, которые, ну, большой опыт имели, да, может быть, много детей, много внуков, да, раз Ома идет, да, то есть это даже не просто мать, а уже бабушка, то есть она уже, вот по вэтовости, да, если по вэтке, она уже прошла вот эту связующность, поэтому она много просто видит, понимает и своего жизненного опыта, и своей вот этой деятельности в коллективном духе-разуме, она просто это понимает, да, и поэтому вот у нее уже наработан вот этот, и взаимосвязь с высшими системами, у нее есть дар высшей чувственности, и она, конечно, чувствует и понимает, что происходит, и поэтому, да, почему ведьм боялись, да, потому что они много знали и видели про человека, видели его преступные, может быть, намерения о том, что он там сбор или изнасильник, его мысли какие-то, ведь чтение мыслей – это естественный процесс, в биоцивилизации, да, это нормально является, и, то есть, это естественно, просто мы это утеряли способность, да, потому что предавать 14 тысяч лет уже люди, ну, предают свою разумность, они ее теряют, потому что должно быть дать задействованность мозга 100% на себя, задействовано только 3, поэтому, ну, может быть, кто и учит грамоту, того больше, у кого-то меньше, у всех разные ситуации, и разные, а, да, правда, точка, исходный пункт, вот она, да, то есть она задействует свою душу, она и нарабатывает свою биоструктуру, то есть она ей действует, вот душой и телом она действует, почему говорили, что, да, вот сколько ведьм уничтожали, что они красивы, просто боялись красивых женщин, к какому, да, состоянию Европы сейчас пришло, красивых людей мало, потому что их уничтожали, боялись красоты, что это якобы, мол, от дьявола, как это от дьявола, да, красота это же это же божественно почему дети такие вот в основной своей массе от здраво дети очень красиво но не к богу близко не божественно поэтому и здесь она очень грамотно себя вела поэтому она вот это у нее красота изнутри ее сила бы она ее нарабатывала здравыми делами еще раз здравыми делами вот она ведь до въедет и дальше ведь она вот все что она наработала все что она изведала да вот свои работы она это постоянно сеет обобщает идет посев обобщает идет пассив и тем самым вот она дар окрестное видение нарабатывает да у нас русь мы как пишем у нас да вот так тут не видно да вот она русь а вот обратите внимание да и идет пассив посевами всего самого лучшего обобщение прорастания для того чтобы да вот когда зерно спасела колос да вот он готов все же сеется дайте мы возьмем пример растительного мира животного мира это постоянно идет умножение всего самого лучше поскольку мы разума ност да мы можем уже сеять более возвышенная система да поэтому это обобщение всего лучшего прорастания в новосотворяемые космоса до их овселенивание вот для того чтобы создавать новой вселенной вот этот принцип она реализовала для того чтобы ее мышление да вот ее мышление это да как небесный жизнестрой да через творцовость вот то есть она уже своим мышлением воспринимает уже жизнестрой прежней творцовости да вот по ветке вот здесь вот прежней творцовости она уже понимает как уже там все сотворено да и вот ее мышление в результате то обретают глубость обретает новые качества потому что вот эта буква аз да это но это восхождение на новую ступень но если мыслить и под углом 45 градусов мы видим ас посмотрите сколько ведьме слова глубины глубостного мышления потому что она видит вот она видит вещи она видит процессы какие протекают в жизни строить и поэтому она созидательница великая для того чтобы реализовать ма да вот мы сейчас еще поговорим то об этой букве ама а то есть для того чтобы ее мышление обрело глубостное качество на это глубостными факторами 10 но здесь вот чтобы мышление обрело глупость для того чтобы мышлением зайти на новую ступень для того чтобы ее мышление могло уже воспринимать азы со следующей ступени то есть она уже к этому готовится через посева того вот что вот эта система сделала то вот это действующая сила в ней и вот здесь с вами можем посмотреть вот такую короткую более такую сегмированную назовем запись доведя в полном прочтении буква и вот здесь у нас появляется буква ма ведьма ведьма да ведь здесь действует ма ребята здесь ма нарабатывается ма то есть эта возможность уже воспроизводить живые системы это громадный дар окрестного виденья поэтому вот она нарабатывает это материнское жизни начала ма это 10 тысяч мир поэтому для того чтобы быть матерью необходимо оперировать и обращаться в десяти тысячи мер нам объекта вот только подумайте да то есть вот она уже какими оперируют понятиями она это нарабатывает это уже сотничество сотни часто как действие действия время поэтому вот да вот мы смотрели с вами буковой ядь да вот виде давайте я вот здесь еще напишу вот она виде да мы пишем вот она ее нарабатывает но виде можно прочитать и как ар ар это сути час вот она и веданием она нарабатывает уже сотничество сотничество эти две ядьки вот она уже ма виде ведет к ма поэтому естественный процесс восхождения но здесь до вот этого возможности и материализации объекта до возможности воспроизводить живые системы да поэтому мать это та которая десяти тысячи мере меряем десяти тысячу мерами теет восхожденчество поэтому вот она да и материя же отсюда поэтому ма имеет отношение к временным восхожденчеством а когда вот 2 и двойное повторение поэтому да ну то есть это уже такой очень мощная система да поэтому же когда спираль спираль спирали имеет обоснование в глубину то есть она уже не изуродована да поэтому десять тысяч метод возможность восхожденчество да поэтому когда человек может действовать десятью тысячами мир тогда он имеет право на возрождение да на воспроизводство да то есть вот именно тогда когда он только наработает эти качества поэтому она их нарабатывает она для этого существует поэтому вполне что она помогает и людям и показывает как это нарабатывать как это действует поэтому это активная сетельница жизни жизни понимаете живого а это ее предназначение она для этого действует для того чтобы давать жизнь для того чтобы ее создавать для того чтобы но остановиться потом матерью потому что в матери нужно работать и мы же мы говорим маме обращаясь мама мать поэтому для нас это очень близкое понять а это ведающие то есть она его нарабатывающие активно понимаете то есть это ее цель она постоянно вот это качество рождение всего лучшего она ее нарабатывает вот такой интересный подход к рассмотрению тоже такие ведьмы поэтому конечно понимаете вот здесь если мы по колыбелька востям рассмотрим да вот то есть ведать еда десяти тысячи мере и десяти тысячи мере она лелеет посевы то есть вот она сеть самая добрая и светлая мы говорим об истинно видим поэтому спасибо большое за внимание всего вам доброго до новых встреч пока пока